МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокампании Гомель. В студии працуе Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Демонстрация потенциалу и махчимостей. Сегодня в Гомеле прошел 16-й экономичный форум. Весна у Гомеле сегодня отбылось офицейное открытие самой масштабной региональной выставы краины. Золотый дубль жаночная команда гандбольного клуба Гомеля додала до титула чемпиона краины Кубок Беларуси. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сегодня у Гомеля прошел 16-й экономичный форум. Организаторы пропоновали для разгляду коля 160 инвестпроектов. А про этот год для реализации инициативу дельники форума могут набыть 200 земельных участков и 120 объектов нерухомости. Алексей Нтеров обголовной экономичной подеи года. 16-й экономичный форум – это 28 краин у Денис. Разом с Россией, Украиной, Китаем, которые приезжают в Гомель, не в першину, все это пропоновыми организаторами, затекали все деловые колызы Румынии, Пакистана, Катара. По великим рахунку, это еще один круг нашляху до взаимовыгодного партнерства. Об эффективности Гомельского форума можно мерковать по такой личбе. За часы его проведения подписано больше 100 погоднений с загульным объемом инвестиций в 2 миллиарда долларов. Вся рот реализованного 4 парка солнечных батарей, войная меблевая вытворчить, заводы по выпуску промысловых обслуживаниям. Организаторы форума подкресливают. Гомельская область открыта для любых деловых контактов у якости подтверждения супрасовництва с индийскими фармацевтичными фирмами. Два месяца назад я посетила Гомельский регион, встречалась с председателем региона и обсуждалась возможность выдачи свободного пространства. И как только индийский бизнес поймет, что здесь все открыто, все возможно, они сюда придут. И что касается сроков, здесь нет никаких сроков, потому что это все частный бизнес, не государственные организации. Плюс Гомельской области – сбалансовая экономика. Только у агропромыслового комплекса за пошли 8 годов укладено больше 2 млрд долларов. Сюда же можно додать великий промысловый потенциал. И навіть на ГЭТ и сектор звертают увагу представникам Вьетнама, которые окажут обжидание активизировать двухбаковое сопрацовничество и даже называют конкретные накерунки. У нас есть сельскохозяйственная продукция, которая доступна в Республике Беларуси. А в Республике Беларуси это расставляет в Вьетнаме промышленные и сельскохозяйственные техники в Вьетнаме. Это взаимовыгодно между Вьетнамом и Республикой Беларуси. Важный этап пленажного посаджения Гомельского экономического форума – подписание погоднений и протоколов об намерах. Организация в отворчестве гидроаппаратуры на территории свободной экономической зоны Гомель-Ратон с объемом инвестиций в 1 млн долларов. Будовництво сервисного центра по обслугованию грузовых автомобилей у Гомеля – 1,5 млн долларов. Такую же сумму меркуются в классе устворения вытворчества по другозной перепроцовке полимерных материалов в Будокошелевском районе. Ящадин протокол на 26 млн обстворении высокотехнологичной древопроцовшей вытворчести. Все ориентированно на экспорт. Будем производить значительно беломатериалы и с этого уже дальше будем потом глубже переработать. В принципе, если сотрудничество есть и, скажем, обе страны хотят, тогда все получается. А прощатого денегам 16-го Гомельско-экономического форума пропануется шерох проектов у сферы распроцовки родовища в корыстных выкопнив. У этом списке четыре участки для пошуку из зобычи нафты и некольких родовища у будовничных материалов. Непосредственно подчас работы форума подписываются протоколы об намерах по будовничеству в Житкинском районе горно-обогачального комбината по зобычи и перепроцовцу Каалина. Это специальная глина для вытворчества фарфору и керамики. Основные из пожеланий представлены и в нашем инвестиционном каталоге. Это все-таки освоение природных ресурсов, которыми богата наша Припятская полесь. Это и коалины, и бентонитовые глины. То есть все то, из чего можно строить, развивать. Вот на это надеемся, что наше Припятское полесье должно выстрелить уже по итогам этого года. А так нам ценен и дорог любой инвестиционный проект, будь то это металлообработка или медицина, потому что вкладываются не только инвестиции, но вкладываются новые компетенции, создаются новые рабочие места. От створения новых вытворчастей до открытия туристичных маршрутов. Инвестиционные проекты потенциальным партнерам представили по час работы тематичных секций. Двез их наведали наши корреспонденты. У минулого года у агропромыслового комплекса в области притягнута маль 5 миллионов долларов промых замежных инвестиций. Выникам работы отповедной секции Гомельского экономического форума станут новые укладания у развития гляны в нашем регионе. Представников больше, чем с 10 краин света ознайомили с инвестпроектами, которые требуют открытия новых и развития иснующих вытворчастей. Еще одним выникам работы секции станет подписание трех протоколов об намерах. Один из них требуется поставок о объединенные Арабские Эмираты продукции молокоперопроцовочих предприемств у региона. Цена питания – каля 2 миллионов евро. И еще один проект стычится створения новой вытворчасти. Тут партнеры – немцы. Интересный проект, скажем так, с представителями Германии. Это протокол о намерениях о развитии продукции, которая используется в переработке. Это сосковая резина для доения на молочно-товарных фермах. Это хороший проект, амбициозный, который, в принципе, может закрыть все потребности не только Беларусь, а и ближних, и дальних стран зарубежья. Самой массовой стала секция туризму. Тут потенциальным инвесторам пропоновали шмат проектов. От будовництва лядовой арены у Мазыри и створения парка аттракционов в Жлобине до открытия новых туристичных маршрутов. До речи, с такой инициативой выступили «Беларусь нафта» и громадское объединение «Вела Гумель». Подчас работы секции огучили только невеликую частку того, что подрыхтовали для потенциальных инвесторов. Остатние – у раздаточных материалов. До речи, проекты вельми разностайные, так что каждый инвестор может знайти себе пропонову по густу и интересах. Наша секция, она ведь не только направлена на открытие какого-то бизнеса, либо именно производства. В том числе мы и на нашей секции презентуем новые туристические возможности и маршруты, как сегодня «Вела Гумелем», общественным объединением. Они долго к этому шли и разработали с активной частью населения города Гумеля, с историками. Довольно-таки интересные туристические маршруты именно велосипедные. Это не в каждом городе можно сделать. Информацию, которую получили сегодня участники секции, а вы увидели и обратили внимание, что был диалог, были вопросы, была заинтересованность, оно найдет отражение в дальнейшем росте экономическом нашего региона. Только по сяджением работа секции не обмежуется. Удельники особиста смогут оценить туристичный потенциал региона подчас ознамленчей поездки. Особливую увагу нададут объектам агроэкотуризму. Максим Савин, Александр Лупиненко, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гумель». Работа 16-го Гумельского экономического форума завершилась проведением круглого стола делан керавников офицейных делегаций и представников дипломатичных миссий. Удельники так званой ВИП-секции обмерковали перспективы дальнейшего супрациониста и подписали шерых документов. В зале урочистых приемов Палаца Румянцевых и Паскевича представники России, Украины, Армении, Молдовы, Польши и Узбекистана с всеми этими краинами у Гумельской в области добрые экономичные контакты. Керавник представительства Нижегородской в области в Беларуси Сергей Петров на форум приезжает не в першиню. Причем, это не протокольные визиты. Зараз партнеры мкнутся довести взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов. Гумельский экономичный форум спрыяет реализации этих планов в большинстве теплые термины. Каждый мой визит доносит значимую часть, я за это могу ответить, в товарооборот между Республикой Беларусь и моей Нижегородской области. В прошлом году это составило 945 миллионов долларов. Это мы строим атомную станцию, наш Нарушный институт, атомного проектирования. Мы плотно работаем с Гомсельмашем. В прошлых годах Гомельская область стала плясовкой для проведения международных встреч разного узровня. От форума регионов Беларуси и Украины до поседения парламентских комиссий союзной державы. Только в минулом году регион наведали 73 делегации из 17 краин. В Гомельской области реализуется больше, как 200 двухбаковых погоднений о супрацовнестве. Теперь до их дадалися еще два документа. Меморандум об супрацовнестве помеж Гомельской областью Беларуси и Ферганской Узбекистана, а так само Мазырским районам Гомельщины и Вулканежским районам автономного территориального утворения Гаузия. Основная тема, которая сегодня нам Молдова интересна, это, конечно, фрукты, которых у нас недостаток. То, что касается у нас для Молдовы, это наш промышленный комплекс позволяет предоставить много, так скажем, машин. Это металлостроение наше, машиностроение и, конечно, продукты нефтепереработки. То есть я думаю, что у них есть шикарная программа по ремонту дорог и строительству дорог, поэтому реализация битума, естественно, будет интересна. Ну и, конечно, в сфере социальной. Олег Сенцюров, Алена Василюк, Валерий Капанько, телерадио-компания «Гомель». Сегодня другий день работы самой масштабной международной выставы в области «Вясна у Гомеля». Все лето она была подпродкована огульной концепцией «Гомельская область – ваш партнер». Про то, что было самым цикавым для инвесторов, гостей, бизнесменов и городжан. Сюжет Марины Джалый. До урочистого открытия 20-й международной выставы «Вясна у Гомеля», которая разгорнулася на открытой внутренней пляцоках палаца легкой атлетики, мы пройшлися по улице рамесников. Работы самобытных творцев с древа, камня, глины и других природных материалов можно разглядать без конца. Мы участвуем на День города всего лишь один день и люди не успевают. А вот когда это несколько дней, все-таки люди успевают пройтись, погулять. Даже вот вчера, будний день, было очень много людей, а сегодня мы ждем еще больше людей. Идея очень хорошая. И таки натхненный настрой назирался у кожных удельников и наведовольников выставы. Але самый бодай эмоциональный для всех момент переразанет червоной стушки. За гэтага и мгнение весна у Гомеля урочисто уступила у своя права. В окол палаца машинобудовничая техника и новинки серо-легкового автопрому. Представлены навод электромобиль. Для его особливая цикавость. А в этот час внутри проходили презентации вытворчиха потенциалу белорусских и замежных предприемств и компаний. Некоторые удельники на выставе не в першиню. Например, директор Бранцкого приватного предприемства Галина Галактьенова. Для ее махчимостей открывая присутность на выставе беспречные. Если, допустим, производитель заранее готовится к выставке, то, мне кажется, на выставках вообще можно достичь уже конкретных соглашений. То есть, такие выставки нужны, они должны проводиться. Это очень положительно влияет на любой бизнес. Усе площади палаца занятые по максимуму. С кожным годом расте не только колькость удельников. Больше информативными и сучастными становятся презентационные стенды. Тут же проходят деловые перамовы, завязываются перспективные знаемства, отбывается обмен важной и взаимовыходной информацией. Партнерские относины на таких выставах формируются худко и без посредников. Самая главная задача, которую мы ставим себе вот здесь на деловой площадке, это, конечно, организация большинства деловых встреч. Задача Гомельского отделения, торгово-промышленной палаты, привлечение бизнеса. Это самая главная задача, и для этого мы делаем такое мероприятие. Весна в Гомеле будет открыта для наведовольников до конца тыдня. У палации пройдут десятки интересных мероприемств, различных как на бизнесменов, так и на всех городжан. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадио компании Гомель. Сучасная тенденция уторакальной и сосудистой хирургии мерковывалась сегодня в Гомеле. На базе медицинского университета прошел науково-практичный международный семинар. Улику докладчиков, практикующие хирурги из Германии и Швейцарии. Семинар набыл новый формат. Ранее он уявлял спорадичные конференции, лекции, со встречи с замежными коллегами. Зараз это адукационный симпозиум, слухачами якого стали таракальные хирурги Гомеля, практикующие урачи разной специализации и студенты. Замежные докладчики рассказывали об мини-инвазивной хирургии межстення, подобной залозы. Это достаточно узкие специальные области хирургии, которые недостаточно представлены в базовом медицинском образовании. Поэтому многие вещи, которые очевидны для нас, как узких специалистов, они отнюдь не очевидны для общих хирургов, терапевтов, хотя это весьма важно для функционирования всей системы в целом. Назовем это общеобразовательным мероприятием, ну и интересно обсудить разные подходы к одним и тем же проблемам. Своим опытом с замежными коллегами поделились и гомельские хирургии. После докладов все темы обмерковывались в формате «пытание-отказ». Представники местовых уладов завтра готовы отказать на звонки грамадян. В эту субботу снова продать промые линии. В гомельске мабл-выконками с вороты будет примать наместник-старшиней Владимир Горбачев. Номер телефона в Гомеле 33-12-37. Промая линия працует с 9 до 12-1. В связи будет и первый наместник-старшиней гомельских ГАРВ иконкам Александр Сиваков. Номер телефона 33-09-59. У Гомельской в области на летних каникулах у лагерах и санаториях плануется оздоровить 60 с половой тысяч хлопчиков и девочинок. В регионе будут працовать 9 стационарных оздоровленных лагеров, 5 из которых различены на 4 смены. Плануется открыть прикладно 200 лагеров працы и отпочинку, 138 спортивно-оздоровленных лагеров, 4 лагеры оборонно-спортивного профиля. Это и иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by выпуск завершенный далее эфиры де-факто и спортивный огляд я с вами развитываюсь дякую за увагу до встречи эфира Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев Здравствуйте В пограничной зоне возле деревни Ленина задержаны двое россиян мужчины были без соответствующих документов сказали, что приехали для закупки мяса у местного населения Оказалось, что одному из задержанных жителю Брянской области ранее уже был запрещен въезд в нашу страну до 2020 года В его отношении возбуждено уголовное дело Мужчине грозит до трех лет лишения свободы Его товарищ привлечен к административной ответственности за нарушение приграничного режима Штраф до 100 базовых величин с конфискацией автомобиля грозит перевозчику лома цветного металла из Добруша Вес незаконного груза составил почти 2 тонны Оценочная стоимость более 2000 белорусских рублей В отношении хозяина груза составлен административный протокол на автомобиль наложен арест Причина ДТП по улице Огаренко в Гомеле превышение скоростного режима Напомним с управлением не справился 41-летний водитель Автомобиль наехал на бордюр и врезался в столб От удара Ниссан отбросила на проезжую часть В результате ДТП 45-летний пассажир погиб на месте Водителя доставили в больницу Позже правоохранителям стало известно что погибший и пострадавший братья 0% алкоголя сотрудники госавтоинспекции провели акцию в рамках профилактических мероприятий пьяному не место за рулем Блицопрос проводился с водителями и пешеходами областного центра Все задаваемые вопросы касались правил дорожного движения Отличники получили полезные подарки С начала года то есть за 4 месяца на территории Гомельской области произошло 13 дорожно-транспортных происшествий в которых 4 человека погибли и 12 получили различные степени повреждения Это все совершено водителями в состоянии от угольного пьянения Завтра в стране стартует акция «Внимание, дети!» С 25 мая по 5 июня водители обязаны будут передвигаться с включенным ближним светом фар в любое время суток Приурочена акция к окончанию учебного года и проводится для предупреждения аварий с участием детей Такой обзор происшествий к этому часу Оставайтесь с нами и берегите себя Я Руслан Габрилев Благодарю за внимание До свидания На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин Здравствуйте Золотой дубль женская команда гонбольного клуба Гомель пополнила свою коллекцию четвертым Кубком Беларуси Трофей дружина Тома же Чаттера присовокупила к титулу чемпиона страны В финале розыгрыша Кубка Беларуси который принимал Гомельский дворец игровых видов спорта ожидаемо сошлись Гомели Бенте Убелас Поединок для хозяек площадки начался не очень удачно Благодаря быстрым атакам и плотной защите столичная команда повела 4-0 Правда три подряд результативные атаки гомельчанок сократили отставание до одного мяча Впервые же сравнять счет хозяйкам паркета удалось только к 22-й минуте А к Сирене на перерыв они уже выигрывали плюс два Старт второго тайма вновь остался за мячанками и к его экватору уже они вели плюс два Главком обеих команд во время всего поединка не скупились на тактические ухищрения выстраивая различные схемы как в атаке так и в защите Константин Шароваров активно использовал замену голкипера на седьмого полевого игрока за что его команда не раз поплатилась Гомель забивал легкие голы поражая пустые ворота В самой концовке именно это и подвело БНТУ за три минуты до окончания матча счет на табло был равный Два к ряду перехвата гомельчанок точными бросками по пустым воротам завершила Кристина Мисаченко Мария Коновал вскоре отрыв сократила до минимума а за полминуты до сирены и вовсе могла сравнять счет однако судьи усмотрели в ее действиях нарушение правил гомельчанкам оставалось только не потерять мяч в оставшиеся секунды с чем они успешно справились и в четвертый раз стали обладательницами Кубка Беларуси у всех практически была злость игровая потому что все злятся все понимают что мы выше мы сильнее на голову поэтому у всех был боевой настрой нам нужно было доказать мы опозорились здесь грубо говоря в последней игре нам нужно было сейчас доказать что мы лучше и мы это доказали я считаю силы конечно на исходе в конце сезона все уставшие и мы и БНТУ тоже мы это видим тренер нас мотивировал как хотел как мог спасибо огромное болельщикам в первую очередь потому что если бы не они у нас бы ничего здесь не получилось после финальной сирены гонболистки Гомеля исполнили перед домашними трибунами победный танец а спустя десяток минут подняли над головой Кубок Беларуси сезон получился Гомель сумел вернуть оба национальных трофея проигранных в минувшем игровом году не удалось достигнуть только одной цели которую перед собой и командой ставил Томаш Чаторм дойти минимум до полуфинала Кубка вызова ЕГФ в одной четвертой финала напомню Гомель в драматичном двухматчевом противостоянии проиграл испанский Ракаси а если учитывать что именно эта команда и выиграла в итоге трофей то Гомель вполне мог рассчитывать на самый высокий результат я очень доволен это выиграл это бы просто круто за все наши девушки финал Кубка Беларуси стал последним поединком в майке Гомеля для линейной Виктории Шимановской гонбалистка переходит в стан серебряного призера чемпионата России Тольяттинскую ладу за шесть сезонов в Гомеле Виктория Шимановская трижды становилась чемпионкой страны и четыре раза побеждала в Кубке по словам спортсменки приятно завершить выступление за клуб на такой мажорной ноте Я надеюсь, что российский чемпионат будет намного интереснее что я поеду научусь там еще чему-то новому что поможет мне в будущем играть и за сборную и может быть еще поменять какие-то клубы Очень слабо верится что это вот последнее мое пребывание в этом зале в качестве игрока и вообще даже тренировки больше не будет здесь как-то еще уже наверное скучаю девочки, болельщики все стало таким родным и очень близко мне поэтому я буду очень скучать это были одни из лучших шесть лет моей жизни и я надеюсь что Гомельс будет дальше подниматься и дальше расти и я всегда радую своих болельщиков и я думаю что мы еще встретимся Есть все основания полагать что Виктория не затеряется в более сильном нежели белорусский российском чемпионате В Гомельской области проходят региональные этапы четвертого сезона семейного фестиваля Папа, мама, я футбольная семья Всего их запланировано четыре Первый состоялся в Речицу 18 мая Второй в ближайшее воскресенье 26 мая пройдет в Мозере 2 июня футбольные семьи соберутся в Калинковичах Финальный областной этап состоится 24 августа в Гомеле на стадионе Сдюшор номер 8 По его итогам отберут лучшие семьи для участия в республиканском фестивале который в сентябре примет Минск У нас получается на региональные фестивали по 40 семей у нас был в этом году квота а на областной 80 семей Очень активно регистрируются буквально открываем регистрацию и буквально за неделю за две люди уже эту квоту заполняют то, что нам предоставили На этом пока все С новостями спорта вознакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова